Друзья, записываю это дополнение к седьмому видео уроку, чтобы у вас не было каши в голове, чтобы было все понятно. Когда я показывал, как поотвечаться к элементам сайта, у вас, наверное, возник вопрос, а почему это делается так подробно? То есть, сначала к родительскому, потом к дочернему, потом или через соседние. Конечно, вам не обязательно такой долгий путь прописывать. Вот вам мой совет. Значит, если у элемента, который необходимо изменить, имеется его собственный класс, который не будет у других элементов, которые вам не нужно менять, или вообще у него есть собственный айдишник, то обращайтесь просто по классу и по айдишнику, и не заморачивайтесь. Если вы обратились, прописали свойства, но у вас свойства не применились, не забываем и используем усиление изменения свойств через ключевое слово, восклицательный знак «important». Обязательно вы прописываете это ключевое слово, тогда все меняется. Почему не происходят изменения? Все дело в том, что, например, вы обращаетесь по классу к определенному элементу сайта. В то же время, когда разработчик шаблона прописывал свои стили и обращался к этому элементу сайта, не просто по айдишнику, по классу, а указал более подробное обращение. То есть указал обращение к главному элементу, а потом к нему как к дочернему, а может быть к дочернему, а потом еще к одному, а потом уже к этому, или указал более детальный путь через соседние селекторы. И в этом случае, когда имеется обращение к одному и тому же элементу с применением нескольких стилей, приоритетным считается то обращение, которое имеет более детальный путь. И в этом случае стили приходится перебивать ключевым словом important. То есть, если есть айдишник и класс, то отлично обращайтесь к этому элементу напрямую через класс или айдишник. Но очень часто бывает, что классы общие, и приходится искать именно тот якорь, то есть, ту зацепку, элемент, который рядом или вложен, или над ним, который имеет какой-то айдишник или особый класс, чтобы прицепиться к этому элементу и показать путь до элемента, который необходимо изменить. И вот поэтому я показывал более детальное обращение к элементам сайта, чтобы вы понимали, как оно на самом деле выглядит все на практике, как выглядят вложенные селекторы, как выглядят соседние селекторы, чтобы вы знали, как отслеживать эти данные элементы. Умение отследить элемент – это 90% всей работы по изменению шаблона WordPress. Ну, на этом дополнение, по дополнениям у меня все, так что встречаемся на следующем уроке, где я вам покажу самые популярные шаги по изменению шаблона WordPress. Всем пока!